И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как The Longest Journey, и, в общем-то, загадка, которую я не помню, как решать, вообще, абсолютно, я помню, как сказать, техническую часть, но я не помню, как, так, ладно. Залезь уже туда. Буква С. Этот символ означает одну из телефонных статуй, раскиданных по острову. Это мы поняли. С. Дай боже память вообще. Я вижу статую под огромным деревом. Да, ну. Ну-ка, секундочку. Я вижу статую под огромным деревом. Я за тебя рада. А, подожди. Кто это смотрит на меня? Ой, да это же мой глаз. Линза превратилась в зеркало. Угу. Я вот не помню, здесь что-нибудь вертеть-то надо? Ха-ха-ха-ха, я ничего не помню вообще. Нет, это явно нет. Хотя, черт знает. Я вижу статую на скале у самого синего моря. Угу. Так. Где моя бумажка? Сейчас я буду записывать. Потому что здесь я чувствую, без этого не обойдется. Это, наверное, намек на то, какой символ должен быть. Ну, то есть, понятно. Но только вопрос, это что? Это речь или это звук? Ну, то есть, уши или рот? На скале у синего моря. Да? Я вижу статую на скале у самого синего моря. Черт бы я его побрала вообще, чтоб я помнила. Не вижу ничего интересного. Не вижу ничего интересного. Не вижу ничего интересного. Значит, вот эти символы точно не нужны. Я вижу статую под огромным деревом. Так, допустим. Ой-ой-ой, забыла там, круто. Кто это смотрит на меня? Ой, да это же мой глаз. Линза превратилась в зеркало. Да, вот я помню, по-моему, вот этот символ нужно будет где-то использовать. То есть, он будет последним. То есть, оставить его здесь нужно будет. Не вижу ничего интересного. Так, сейчас еще разок. Я вижу статую в руинах древнего города. Так, хорошо, допустим. Я вижу статую на скале у самого синего моря. Все, поэтому у нас ни хрена и не работало. Ну, я тут за кадром просто побегала, потыкалась. Потом у меня какая-то странная звука была. Как будто бы ошибка где-то вылезла. В общем, я решила этого мне показывать, потому что смысл. Я бегала, только тыкалась. Не вижу ничего интересного. Слава богу. Так, значит, здесь стопудово нужно вот это оставить. По-моему. Так. И дай бог памяти вообще. Дерево. Дерево. Эл-л-л. То есть... То есть... Она будет слышать S или передавать S? А мы сейчас проверим вот внизу. Нет, внизу тоже есть S. Черт. Ой, не надо. Не комментируй. Так, допустим. Допустим, она будет слышать S. Нет, нифига. Она будет слышать не S. Что она будет слышать? А ты почему не S? А передавать будет... То есть передавать она будет на скалу. Так, дуем к скале. Так, слышите, она должна вот эту байду, которую мы наверх туда в роту поставили. Правильно? Или не очень? Просто здесь еще нужно смотреть... А, кстати... Хм... Кстати, а вот смотрите. Слышите, она будет стрелочку... И что? Слышите, она будет стрелочку... Говорить S-ку. Там у нас стоит... О, господи, геморрой еще. Где выход-то? Говорите, S-ку, да, там стояло? Сейчас, где мое дерево? Здесь она будет слышать S-ку и передавать вот эту хреновину. Ах, точно! Ну-ка, ну-ка, подожди. Так, теперь вот эту хреновину. Ой, дай боже, чтобы получилось. Потому что, по-моему, вот именно вот эта статуя должна... Да-да-да-да-да, вот здесь единственная с Сашечкой. По-моему, вот эта статуя должна передавать голос наш. Так, теперь главное, чтобы все получилось. Чтобы здесь было то, что мне нужно. Нет, не это. Блин. Так, ладно, подожди. Вот, надо вот это вот. Подожди. Единственное, что я могу сейчас ошибиться, просто... Нет, нет, по-моему, все, норм, вот она. Все правильно, лишь? То есть она слышит вот эту хреновину? Вот, смотрите, давайте сейчас подряд просто даже пробежимся. Давайте сохранимся. Это сейчас чуть-чуть какая-нибудь ошибка опять выскочит. То, что я до этого, я уже сказала, была какая-то фигня непонятная. Так, куда-нибудь, я не знаю. Сюда. Смотрите. Так, где мои джунгли? Мы говорим сюда. Ага, хрен. Получается, не то. Одинец. Че-то я запуталась, блин. Я, по-моему, сама себе все испортила. А, не, все, норм, я гений. Нет, что-то не работает. Нет, что-то не работает. Нет, не гений. Хотя почти получилось. Так, подождите. Она слышит. Че, блин, я запуталась. Куда я говорю? Что я делаю? Так, подождите. Ну, у нас почти получилось. У нас две отфутболила. То есть, отфутболила та, которая... Которая какая из них? Так, подождите. Она слышит S, передает... Так, подождите. Она должна передавать на берег. То есть, у нас в ушах должно стоять то, что там стояло в роте. Я, наверное, просто забыла ретую, да, поправить. Стрелочка. У нас была стрелочка где-нибудь на джунглях там? Сейчас проверим. Так-то механика ясна. Так, слышите, она должна стрелку. Треугольная дырка. Ой, не надо комментировать. Про треугольные дырки. Стрелочка. Вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, сейчас попробуем. Эй, не похоже, чтобы эта статуя принимала мой голос. Что-то хреново. А, ну да, статуя не принимает голос. Значит, здесь по-любому S должна стоять. Потому что... Все, все, я поняла. Кажется, я поняла. Так, можно мне вот эту верхнюю в зад выкрутить? Все, я въехала, кажись. Все, сейчас все будет, наверное. Так. Теперь, теперь что? Вверх выпиливаем. Так. Хреновина на берегу. Она у нас имела какой символ? Символ. Символ, символ. Символ непонятной фигни. Похоже на озеро с водопадом. Она тут есть такая? Что-то я не наблюдаю. Хотя была. Вена. Верните! Вот она. Вот. Так. Сейчас, сейчас все будет. Наверное. Главное, что у нас начало получаться. Это радует. Здесь просто главное еще понять, в какой последовательности гребаные они должны быть. Так, вот. Да-да-да. Да-да-да. Блин, я ключ не взяла. Да-да-да-да. А-а-а. Так всегда, все в моей жизни. Идай сюда. Чунч. Вот. Вот здесь нет деталей. Нет, что-то не работает. Здесь не отзывается, потому что она не принимает этот долбанный звук. Сейчас все будет. Так, давай. Ты просто обязана работать. Я, кажется, уже даже знаю, сейчас как у нас все будет. Если здесь, конечно, найдется внизу этот символ, он просто обязан быть. Потому что если его не будет, я не въеду. Немного в происходящее. Он просто обязан, просто обязан быть. Где он? А его нету. А, вот это уже печально. Да, его нету. Печалька. Тогда вопрос. Значит, не здесь, да? А как, если не здесь? Он обязан быть здесь. Может, я их попутала. Ну что, ты это должна кричать на... на эту... на вулкановскую. Так, подождите тогда. Так, сейчас. Подождите. Может, принцип... В принципе, поняли. Правильно? Правильно. Подождите, а на какую еще статуя была буковка? Не, вот эта вот, которая вот тут вот, вот тут вот, она должна быть последней. Вот эта вот. Вроде как. Потому что здесь буква. Хм. Ну как-то это не очень работает-то. Верево, вулкан. В принципе, здесь еще была, которая голос вулкану передает. Ну-ка, подожди. И я опять забыла ключ. Да что бы это вы делили? Подожди. Паста? А где он, кстати? Где ключ? Куда я его запихнула? Я его забыла там, чтобы теперь? Это дурацкий ключ. Ну да, по-моему, там я его забыла, да? Конечно. Так. Давайте подумаем, здраво. Какие здесь вообще символы есть из тех, что у нас имеются внизу? Я имею в виду. Если здесь есть стрелочка, а она здесь есть. То есть ты у нас слушаешь стрелочку, да? и говоришь, что говоришь? Выдожди. Ой, не то двигаешь. Что ж такое-то. Еще попробуем. Треугольная дырка, похожая на скважину. Ты меня бесишь, Эйприл. Так, подожди. Будешь слушать стрелочку и передавать... Передавать что? Передавать я не знаю что. Сейчас что-нибудь придумаем. Просто, как объяснить, если она слушает стрелочку, значит, где-то эта стрелочка должна стоять в речи. А стрелочка, значит, она слушает вот эту фигню, которая в руинах. Вот это символ наш. То есть вот этой вот палки говорит. Может, так и надо? Так, значит, она слушает стрелку, да? Ща попробуем. Попробуем так. Так, давай. Тут у нас должно говорить стрелку. А, подожди. Там же еще внизу ашечка была, да? Все правильно, по-моему. То, что вот именно вот эта колонна, по-моему, должна передавать на вулкан. А, нет, стоп, я путаю. Она слушает. Ай, твою мать, как все сложно. Она должна кричать на вулкан. Так, я запуталась, в общем, в край. Эх, че? Какая-то глиматия получилась. Какая-то глиматия получилась. Зачем я это делала? Нет, что-то не работает. Вот что-то не работает, да. Я чувствую, какая-то хрень получается. Так, подожди. Не работает вторая статуя. Почему? Потому что у нас здесь стоит неправильно. А мы там че ставили? Блин, ну вот почему я не записала, а? Почему я не записала? Че она там слушает-то? Я буду убивать. Загадка, блин, несложная. Ну просто я не могу понять, какая из них первая, какая из них последняя, к чему отсылать должно. Подожди. Так, давайте, давайте разумно зерну сеять. Пытаться, по крайней мере. Мы сюда говорим. Правильно? Ну-ка. Эй! Не похоже, чтобы... Да-да-да. Она не передает. Эта хрень нас слушает, да? Сейчас проверим теорию с эсочкой. А нифига не помню разрешать вообще. Она должна передавать фигне, которая на этом самом, на берегу, на утесе. Правильно? Знак утеса у нас вот этот вот. А-а-а, подожди. А слушать, она должна эсочку. Ну, подожди. Она начала рисовываться идея. Я чуть-чуть затупила. Не надо одинаковый символ оставить. Точно. Не надо ставить, мать его, одинаковый символ. Идиотка. Эта фигня слушает эс. В эс мы сейчас говорить будем. И она будет кричать вот этой фигне. Эта фигня находится у нас на берегу. Вот здесь. она слушает эсочку. Эта фигня будет символ эс. Иначе моя теория просто упадет и разобьется. Да, вот она слушает эсочку. Все, 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 я въехал. И передает чему, например, стрелочки. Супер. Стрелочку. Я надеюсь, здесь будет стрелочка. Иначе моя теория действительно разобьется. Видите, как-то у меня больше нет вариантов. Стрелочку мне даете? Вот. Отличненько. Замурчательно. Сейчас все будет, я думаю. Но я надеюсь, по крайней мере, иначе я правда что-то не вижу. Я почему-то думал, что они должны с символами еще связываться. На самом деле, нет. Просто, по-моему, нужно символы башен этих убивать. Так. Это слушает значит А нужно будет поменять в этой вулкане, не забыть еще. Это слушает озеро, короче. Ну, та, которая на склоне. Вот она, вот она, вот она, рыба моей мечты. Так. И передает чё? Ну, буква А, я все-таки подозреваю. А, но все правильно, да. Да. А, значит, там не надо менять. Она будет как раз ну, здесь, а там А. Или, или надо. Нет, наверное, надо будет. Да-да-да, нужно будет на символ этот переставить. Так, вот она А. Кричит она на Ашечку. Потому что это вулкан. Вот, кричать она будет передавать вулкану. А на вулкане поставят, чтобы она слышала вот этот монолит. А символ этого монолита это стрелочка. Правильно? Так. Заползай. Так, символ, символ монолита, стрелка. Все, сейчас должно получиться, потому что, по-моему, это очевидно. Стрелку. Все. Уходим. Так, где орать-то? В дерево. Идем орать в дерево. Фак е! Здравствуйте! Проснись! Проснись! Пожар! Потоп! Слава богу. А? Кто здесь? Дед Пихто. А, мы же можем говорить, да. Здравствуйте. Эй, Каман! Вставай! Петушок пропел давно. Каман долго спал? Почти месяц. Пора вставать, а то брулишь не появится. А зачем? Каману выгнали. Его никто не любит. Ты не мог бы перестать храпеть. Каман храпел? Никто не говорил Каману, что он храпит. Но вообще, Каман всегда спал один. Женщины его не любят. Бедняга. Не надо так говорить, Каман. Я уверена, что... Слушай, как-то неловко орать о таких вещах на весь остров. Да, теперь все слышали про Камана. Печаль. Хочешь поговорить со мной о своих проблемах? Для чего это? Я умею хорошо слушать и хочу быть твоим другом. Вот для чего. Каман не знает, нужен ли ему друг. Пожалуйста, давай дружить. А зачем? Потому что я тоже одна. Я никого не знаю на этом острове. и мне требуется помощь. Ну, Каман любит помогать, но... Да. Хорошо. Каман будет дружить и говорить с тобой. Убежище Камана в руинах старого храма у колодцев. Иди по ручью до Каменного пляжа, а на развилке поверни налево. Спасибо, Каман! Я уже иду! Отлично. Мы уже идем. Я предлагаю, вот, кстати, как раз-таки тут сохраниться. Так, сейчас сюда выйдем. Потому что потом, если что, не мучиться с этим по-новой. Так. Я настоящий моряк. Отдать бушприты. Сдгасти. Ого! Ну и здоров же ты! Первый раз вижу такого громилу. Каман урод. Его никто не любит. Да я не это имела в виду. Я хотела сказать извини. Мне всегда нравились высокие мужчины. Правда-правда? Тогда ты одна такая. Все не любят Камана. Ты как здесь оказался? На острове? Долгая история. Ты хочешь, чтобы Каман рассказал? Нет. Блин. Конечно. Расскажи мне свою историю. Много лун назад Каман был счастлив. Он работал в цирке в Карасане, где все его любили. В цирке? И что ты там делал? Каман Каман был и что на него больше не будут смотреть. Ай-яй-яй. Что за беда случилась? Лучше всего Каман умел разбивать камни кулаком. Каман хлопали в ладоши, когда камень рассыпался. Однажды в цирк пришел Халев смотреть представление. Он сказал, я слышал про Камана, про то, как он разбивает камни. Я хочу посмотреть. Но мое представление уже закончилось и камней больше не было. Поэтому хозяин цирка обран, велел принести большой камень. Принесли большой камень. Таких Каман еще ни разу не ломал. Каман не хотел его разбивать, потому что боялся кому-нибудь навредить. Но обран заставил. Сказал, что Халев хочет посмотреть. Нельзя отказывать Халеву из Карасана, иначе всем будет плохо. Каман разбил камень и потом... Что? Что случилось? Во все стороны полетели осколки камня. Один попал в Халева, а второй в его сына. Халев не сильно ушибся, а мальчик упал без сознания. И из головы у него потекла кровь. Каману велели убегать из цирка и из Карасана, иначе Халев отрубил бы ему голову. Каман убежал и сел на корабль, который отходил той же ночью. Когда корабль плыл мимо этого острова, Каман прыгнул в море и поплыл на берег. теперь он здесь. Что за история вышла у тебя с орловорами? О, Каман такой неуклюжий, такой опасный. Ему нельзя быть с людьми, он их обижает. Орловоры добрые, они разрешили Каману жить в своей деревне и ловить рыбу. Но потом Каман наступил на маленького краба и чуть не раздавил. Орловоры велели Каману уходить, потому что он опасный. Они велели ему уйти так далеко, как он сможет. Каман расстроился, потому что ему нравились орловоры и там больше всего рыбы. Теперь ни еды, ни друзей. Бедненький, чем же ты питаешься? Каман ловит рыбу в колодцах, но там рыбы маленькие и невкусные. ты наверно хочешь вернуться в деревню орловоров? Да, Каман хочет туда больше всего на свете. Я видела на пляже орловора прямо около деревни. Ему очень больно, но я не знаю, что делать. Может, сходишь со мной? Вдруг ты сможешь ему помочь и помириться с орловорами? Да, да, Каман хочет помочь, даже если орловоры его не пустят. Ну, наконец-то, господи. Вот этот самый орловор. Может, Каман сможет помогать? Бедный орловор, ему больно, ему нужна помощь. А, Каман понял, в чем дело. Орловор не сбросил панцирь вовремя и теперь застрял в нем. Почему же другие орловоры ему не помогли? Их клешни неудобны, они не помогут. Но Каман поможет. У Камана хорошие руки. Каман счастлив. Каман принимает твою благодарность. Спасибо, ты делаешь Камана счастливым. Каман принимает твое предложение и благодарит орловоров. Большое спасибо. Что? Что он сказал? За что ты его благодаришь? Орловор пригласил Камана жить на утес над деревней, где он снова сможет рыбачить. Каман теперь очень счастлив. Ты понимаешь, что он говорит? У орловоров легкий язык. Просто клик, клак и клок. Я так рада за тебя, Каман. Давай, не тормози за меня. Замурчет нам. Пойдемте к нему в гости. Или даже знаете что сделаем? Сохраняшечку сделаем. Чтобы совсем хорошо было. Ну че? Эй, Каман, как рыба клюет? Только удочку закидывай. Но не сегодня. Чего ж так? Каман не знает. Раньше рыба клевала. Но тогда у Камана была наживка. Не наживка, а приманка. А из чего ее делают? Каман может из всего сделать наживку. Надо, чтобы это было цветное и не тонуло. Ты у нас прямо чумелец. Всегда с Каманом что-то не так. Светное дерьмо. Ты что, обиделся? Это же был комплимент. Так. Теперь твоя душенька довольна? Каман счастлив. Он хочет, чтобы рыба клевала. Рыба не клюет, но Каман все равно счастлив. У нас уже есть подарок для него. Ну, тогда удачной рыбалке. Спасибо. И тебя туда же. Не. Как тебе вот эта обертка? Красивая. она хорошо подойдет. Теперь Каман сможет наловить много рыбы на обед. Рыба. Замечательно. Привет, Каман. Привет, Эйприл. Что с рыбой? Слушай, а можно взять твою удочку? Сначала Каман должен поймать рыбу. Ну, тогда удачной рыбалке. Спасибо. Нужно сдриснуть ненадолго. Потом к нему прийти и взять его удочку. Деревня Орловоров. Может, этому позвоним? Верн. Видимо, его здесь нет. Печаль. Пойдемте перетрем с этими товарищами. Нет. Кстати, а здесь что-нибудь есть? Еще одна статуя телефон. Надо же, их много. Еще одна статуя телефон. Надо же, как их много. Ну, здесь ничего нового. Давайте с этим товарищем перетрем. Увидимся позже, ладно? Если ты нас не раздавишь. Подники не попадаете. Так, с ней все-таки никогда. Может быть, просто нужно было уйти именно с локации. Кстати, я про это забыла. Большой деревянный арбалет. Ну, не забыла. Это что, местная система ПВО? Как бы, как бы это сказать. Забыла, что именно здесь проход сюда. Деревянный арбалет. Пойдемте спросим, что это такое. кто построил на дереве арбалет? Я. Правду сказать, я только придумал. Ну, а эти два обалдуя немного помогли мне по технической части. Ага. Значит, они и строили, а ты наблюдал. луна? но она пока не готова. Чтобы лететь на Селену, нам кое-какого мало не достало. Ты собрался лететь на Селену? Да, на Селену. Это луна, что ли? Она самая. Ты хочешь из этой пушки улететь на луну? Лунная пушка. Затем она и нужна. А вы сердечный часом не лунатики? Ну, и спросила, почему у гуся лапки красны? Почему же вы не достраиваете свою лунную пушку? Из-за шума нестерпимого. Понятное дело. Да нет его уже. Но Каман переехал назад Карлавором. Больше он вас не побеспокоит, уж поверьте. Правда. Чего бы то ни одумались. Ах, оттяну их в пень. Теперь мы снова на работку то навалимся. Спасибо тебе, девка. Замечательно. они свалили. Теперь мы можем. Какие жуткие на самом деле, да? Все так вдуматься. В какой хоррорах запихни, обделаешься, увидев. Так, вы можете как-то живе идти? Это очень долго все, даже не скидно никак. Печалька. у этого рука западает. Я смотрю, мне буратино. Это пинокки. Смеркалось. Они все шли. Так, замечательно. Давайте вернемся к этому товарищу. Может, он уже может нам отдать дудочку свою? Удочку, то есть. О, может. Супер, берем. Удочка мне нафиг не сдалась, а вот леску я прихвачу. Все возьмем. Похоже, Каман уже пообедал. Быстро же он управился. От рыбы остались одни кости. Ну, что, рыба быстро готовится, а съедается еще быстрее. Рыбные кости. Ну, что, давайте поговорим с ним напоследок. Ну, как приманка? Приманка очень хорошая. Каман быстро поймал большую вкусную рыбу. Эйприл хочет кусочек. Нет, не обижайся, просто я не люблю рыбные блюда. Не рыбное, а человеческое. рыбные блюда. В смысле... А, для людей. Что Каман будет делать теперь? Каман будет сидеть тут, пока солнце не сядет. Потом он будет спать. А завтра? Каман решит, что делать, когда проснется утро. Утро. Да, по части отдыха ты просто спец. Каман не знает, что такое спец. Он немного глупый. Увидимся, Каман. Увидимся. Хоть бы объяснил человеку, что такое спец, чтобы знал. Ну все, леска есть, кости есть, пойдемте. Так, ворон, ты точно не прилетишь? твой последний шанс. Видимо, его здесь нет. Но ты его упустил. Ну что, пасуны? Как процесс? Может быть, сразу, если получится? Не получится, да? А, не получится. Ну, надо отдать это Палычу. Он тут самый главный. Может, из этого у вас какая-никакая тетива получится? Дай-ка взглянуть. Да, это как раз подойдет. Замечательно. Хорошо. Эй, слушайте, я достал то, что нам было надо. И теперь мы закончим проклятущую пушку. пару минут, девка, и все будет готово. Хотя, наверное, стоило поговорить с ними сперва, чтобы они пять минут пожаловались на то, что им не хватает лиски. Ну, ладно. Немного ускорили процесс. Звуки замечательные. Получилось! Получилось! сработала деревянная башка. Это же я строил. Так, а можно я воспользуюсь этой штукой? Вы закончили? Да, девка, можно опробовать. Может, попасть на мукан, скажем? Ну и? Ну и что? Ты будешь это делать? Что делать? Пушку опробовать. И я? Чтобы насмерть разбиться? Вот уж нет. Давай лучше ты. Ну, я-то туда не пролезу. Это не мои проблемы. Извините, отвлекли. Так, что у нас? Можно выстрелить? Давай. Давай. А, ну, что, куда жать? Ну, стало быть, пушка готова. Схрапнуть бы сейчас годок-другой. Вообще, если я правильно помню, мне вот дофиговен надо присобачить, у нас получится хорошая кошка. Ну, типа абордажная, ну, вы поняли, я надеюсь. Так, вот только куда это приходи начать, ты вопрос, скажешь, очень хороший. Если я смогу как-нибудь перебраться на ту дорогу, то смогу и в деревню Алатинов попасть. Только как? Очевидно. Только единственный момент. Эй, готово! А Палыч так ничего и не делал. Только крыл нас, на чем свет стоит. Печерк. Так, подождите, дайте-ка. Так, я помню вроде вот эту фигню, хотя я могу ошибаться. Мне нужно сделать как-то, чтобы получилось, ну, грубо говоря, чтобы мы перебрались. Выстрелить-то можно, но... Палыч говорит, что это лунная пушка. Из нее палочник может улететь прямо на луну. Интересно, а Жули Верни здесь слышали? Вряд ли. Можно выстрелить? Давай. Давай. Я это мы поняли. Ну, только как? Лунная пушка палочника. Готово. Где рычажок? Хоть что-нибудь? Как выстрелить-то отсюда? Из нее точнее. Так, обождите, господа. Выстрелить-то можно, но как? Что-то не получается. Что-то я либо что-то не вижу. это радует. Лунная пушка палочников. Хин-то радует тоже, но вопрос. Как зато их хреновина стрелять? Палочник-палочь. Может, я что-нибудь сделала? Где ворон? Его еще звать, конечно, нет смысла. Так, что? Все, что осталось от улова Камана. Кстати, отличная форма, как крючок. Я о чем и говорю? Ее надо прихреначить сюда куда-то. Блин, может, с ним надо было поговорить перед этим? Потому что-то пока не получается. Так, у меня проблема. здесь вроде ничего нет. Горный горшок. я смогу как-нибудь перебрать... Да-да-да. Можно выстрелить? Давай! Как? Ну? Ну? готово! Ну и кто стрелять будет? Как-то делается? блин. Так, подожди, может... если я смогу... если я смогу как-нибудь перебраться на ту дорогу, то смогу и в деревню Алатинов попасть. только как? Сможешь, ты сможешь, но... Да понятно как, но единственный момент не получается что-то... на что здесь нажать чтобы оно стрельнуло? Ворон нам не нужен, я знаю, но... Видимо, его здесь нет. Черт. Может, мы что-то еще не подобрали? Пойдемте сейчас пробежим. Может, я палочку какую-нибудь не взяла? что-нибудь какую-нибудь фигуину? Где-нибудь. Глубокий колодец с холодной водой. Да вроде нет ничего. Я не помню, правда. Я помню, что стрела, грубо говоря, из-за этого арбалета должна выстрелить и сделать нам канатик, кстати. Может, нам просто не хватает чего-то. А, подожди-ка. Может, нам веревки просто не хватает? Что, вряд ли. Хотя, кто знает. Подожди. Нет, нет, все правильно. Все, да, все. А я еще когда привязывала ее, думаю, блин, а не равнователь я ее привязывала, потому что она для чего-то еще вроде нужна будет. И вот, действительно. Так, все, сейчас все будет. Закрепим крючок на тетиве вот так, а веревка просто потянется за ним. Вот, теперь можно стрелять. Давай, стреляй, стреляй. Ну, стало быть, стреляй. Можно выстрелить? Давай. Ну, даю. Че жать. Аллилуйя. Салава богам. Мы здесь. А вот и Аллатин. Я предлагаю на этом замечательном моменте на самом деле остановиться, потому что мы неплохо так побегали. Слава богу, мы сюда добрались. Осталось относительно немного. Все это переговорить с Аллатинами. Очень, очень много диалогов. Точнее, даже монологов по большей части нас ждет в следующей серии. Поэтому готовьтесь морально, физически. Запасайтесь вкусняшками к этой серии, потому что там действительно будет много, 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 много текста. И озвучки, соответственно. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. И несмотря на небольшие затупы загадки, но мы вроде как неплохо с ней справились. В случае того, что я нифигашечки не помню уже. Вот. И, в общем-то, если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, не забывайте, в общем-то, звать друзей и про группу ВКонтакте тоже не забывайте, потому что там вставляются новости и прочая веселая фигня. А, в общем, с вами была Сэм. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Всем удачи и пока-пока.